МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы понять, что такое ралли-кросс, как зрелище, стоит хотя бы раз посетить гонку на трассе шведского автодрома Холлиэс. Кто-кто, а шведы точно лучшие ралли-кроссовые болельщики Европы. И от них энергетика настолько сильно передается пилотам, что участие в гонке, по ощущениям, сродни приему президента страны. В общем, в Холлиэс умеют сделать из соревнования праздник для всех. В 2012 году Суперкарс в Швеции был представлен 26-ю пилотами полноприводных мощных машин. Да, пара фаворитов, Таннер Фоуст и Лиам Доран, предпочли гонку в Америке. Но конкуренция все равно осталась высокой, потому как остальные гонщики получили дополнительный шанс выступить в Швеции успешнее. Хронометрируемая тренировка показала, что лидерам придется считаться с целым рядом быстрых пилотов, пока не добившихся громких побед. И все же предварительная часть шестого этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу прошла под знаком превосходства российского пилота, пилота из Казани Тимура Тимирзянова. В 2012-м Тимирзянов выступает на автомобиле Citroen DS3, который предоставила ему шведская команда Kenneth Hansen Motorsport. Бронзовый призер предыдущего норвежского этапа, Тимирзянов хорошо знаком с трассой в Холлиес. И, несомненно, единственной задачей Тимура здесь было победить. Ну а лучшее время прохождения круга дистанции в хронометрируемой тренировке только подтверждало обоснованность высоких претензий пилота из столицы Татарстана. Теперь оставалось надеяться, что в заездах к квалификационной части этапа все сложится так же благополучно. Первая серия заездов к квалификации среди суперкаров состоялась под занавес первого соревновательного дня шведского этапа чемпионата Европы. В первом и втором заездах ехали пилоты, чьи перспективы были далеки от борьбы за места на подиуме, и в связи с этим интерес к ним был не очень большой. Проявить себя и стать заметным удалось разве что норвежцу Франку Валю, который на далеко не новом Форде Фиеста сумел победить в своем заезде и показать при этом девятое время первой квалификации. Валь не выступает в 2012 году во всех этапах чемпионата Европы, так что возможный относительный успех в Швеции рассматривать будет только как удовлетворение личных амбиций. По-настоящему зрелищная борьба серьезных соперников началась с третьего по порядку заезда пилотов дивизиона Суперкарс. В нем принимали участие Охман, Андерсон, Проктор, Линдефилл и Хёдстрем. Шкоду Фабию Хёдстрема едва не вышибли из состава участников еще на стартовом отрезке заезда, но швед стоически сражался за позицию и сорвал аплодисменты болельщиков за храбрость уже в дебюте заезда. Основным оппонентом Хёдстрема на первом круге дистанции был норвежец Гутторм Линдефилл, который также выступал на Шкоде Фабии. Боевой проезд Джокер Лэпа, конечно, не был на руку никому из пилотов, потому как Андерсон и Охман по основной траектории и без борьбы при этом уехали вперед на сто с лишним метров. Так что Линдефиллу досталась третья текущая позиция, Хёдстрема четвертая. Без перемен заезд протекал до третьего круга дистанции, когда Петер Хёдстрем решился на атаку впереди идущего Гутторма Линдефила и провел эту атаку в блестящем стиле. Хёдстрем теперь третий в заезде после Андерсона и Охмана и еще может побороться с лидерами. А вот Гутторм Линдефилл к середине третьего круга уже не боец. Его Фабия, истерзанная контактной борьбой и теперь еще с техническими неполадками, откатывается на замыкающую позицию. На заключительный круг дистанции заезда лидером уходит Андерсон, но ему еще Джокер Лэп надо проехать. Проезд дополнительной траектории смещает Андерсона на вторую текущую позицию после Охмана, но и Хёдстрем-то совсем рядом, значит, возможно, остросюжетный финиш увидеть. Так и есть. Андерсон пытается по внешней траектории с трамплина, прыгнув опередить Охмана. Тот, естественно, оброняется, и оба норвежских Вольво едут на грани, а тут еще и Хёдстрем подъехал. В итоге Охман первый, Хёдстрем второй, Андерсон третий. На финишной отмашке и всем участникам заезда овации благодарных болельщиков. Да, времена пилотов оказались за пределами первой десятки квалификации, но зрелища они подарили публике достойное. Четвертый заезд с участием Лисона, Де Кирсмахера, Хваля и Вальферсона был быстрее предыдущего, но в зрелищности уступил по всем статьям. Впрочем, в заезде ехали пилоты, которые реально претендуют на подиумные места, этапа, так что главное для них было показатели скорости. Стеголов Вальферсен оказался наиболее успешным в дебюте заезда и лидировал на протяжении всей дистанции. Вторым по степени перспективности ехал норвежец Лисон, третьим – соотечественник Лисон Александр Хваль, ну и четвертым – Михаэль Де Кирсмахер из Бельгии. Бельгийц, кстати, тихим сапом в текущем рейтинге евро-ралли-кросса в пятерку сильнейших метит, хотя ярких побед еще не сотворил. Основа всему – стабильность. Чего-чего, а стабильности не хватает в сезоне, и тому же Стеголову Вальферсену и Матсу Лисону, и хренок Лио частенько подводят пилотов в самый неподходящий момент. Но вот в первой квалификации шведского этапа Вальферсен и Лисон выступили достойно, финишировали в заезде на тот момент с первым и вторым временами. Александр Хваль в самой концовке заезда отвоевал третий финиш у Михаэля Де Кирсмахера и не только взбодрил той атакой болельщиков, но и стал претендентом в кампанию лидеров этапа, потому как в первой серии суперкаров осталось провести всего один заезд. И это был самый быстрый заезд первой квалификации. Заезд с участием Берминингруда, Холтона, Палье, Андерсона и Тимирзянова. Соседом-россиянином на старте был швед-пэр Гуннер Андерсон, с которым Тимуру Тимирзянову еще не доводилось соперничать на этапах чемпионата Европы. Так или иначе, а именно Тимирзянов и Андерсон оказались во главе заезда на первом круге дистанции. На третью позицию выдвинулся Даниэль Холтон. Мортен Берминингруд и Жан-Люк Палье на первом круге проехали Джокер и пока замыкают заезд. На втором круге дистанции в Джокер отправляются Андерсон и Холтон. Странное решение молодого норвежца аукнулось быстро. Андерсон-то успел вернуться на текущую вторую позицию в заезде, а вот Холтон-то был вынужден пропустить вперед Берминингруда. Что ж, напряженка только в пользу интриги. Позиционные решения теперь должны были завершиться прохождением Джокер-Лэпа Тимуром Тимирзяновым. Отрыв от преследователей у россиянина был достаточный, и проблем на Джокер-траектории у Ситроена ДС-3 под третьим стартовым номером не возникло. Тимур Тимирзянов уверенно первый и едет к финишу с прицелом на лучшее время первой квалификации. Прицел оказался верным. Тимирзянов выигрывает заезд и возглавляет текущий рейтинг пилотов дивизиона Суперкарс на этапе в шведском Холлис. Андерсон. Второй финиш и третье квалификационное время. Контактная борьба на финише Холтона и Берминингруда была выиграна пилотом Ситроена С4 с четвертым временем серии. Со старта, в принципе, удалось оторваться от остальных. Проехал первый поворот первым, но потом по округу был как бы сам не свой, потому что, скажем так, на хвосте был соперник, которому мне совсем не знаком. Я, в принципе, наверное, немножко лишнего волновался из-за этого и не смог показать то время, которое хотелось бы. Потом нормально собрался, последний круг почти проехал время контрольного заезда. Очень хорошо, в принципе. Надеюсь, что завтра будет такая же хорошая погода, как сегодня. Не будет дождя. Продолжим лидировать и будем стараться выиграть гонку, чтобы быть лидером чемпионата. Ночь между первым и вторым днями гонки – сама по себе важная составляющая всего шведского этапа. Для пилотов – крепкий сон перед решающими сражениями. Для механиков – возможность основательно подготовить технику. Ну а для болельщиков – время для веселого отдыха. В шведском Холлиесе ночь гоночного уикенда – это особый пункт в программе отдыха. Нон-стоп культурная программа, концертная программа с буфетами – куда ж без них. Для пары десятков тысяч свободных шведских граждан эхом разносятся во все концы, извещая обычную публику о том, что ежегодный праздник в самом разгаре. Да, не все из этого числа веселящихся смогут увидеть утренние квалификационные заезды. Но к финалам традиционно все будут в сборе. Это без сомнения. На болельщицких позициях и в любую погоду причем. Утром второго дня шведского этапа небо над Холлиес не было безоблачным, но пока тучи только грозились участникам гонки. Вторая квалификационная серия заездов дивизиона Суперкарс в шведском Холлиесе началась с заезда, в котором солировал чешский пилот Павел Коутни. Самый, пожалуй, невезучий в сезоне 2012 года. Только на первом английском этапе Коутни заработал зачетные очки, а дальше только сходы, сходы. Вот и в Швеции чех пропустил первую квалификацию по техническим причинам. Двенадцатое время во второй серии – несомненный шанс. Зацепиться-то, наконец, за финалы. Во втором заезде партию лидера со старта и до финиша исполняла норвежка – Камила Антонсон. Сколько бы ни пытался англичанин Кевин Проктор, кстати, победивший в этом сезоне на французском этапе, объехать женщину за рулем Форда Фиесты, но пришлось довольствоваться только вторым финишем и тринадцатым временем. Антонсон заработала десятое время и аплодисменты мужчин-болельщиков. В третьем заезде со старта за позицию лидера боролись Михаэль Декирсмахер и Петер Хёдстрем. Шведу как-то сразу не подвезло. Второй раз подряд в квалификациях. Его машина вынесла за пределы трассы, но он опять же сумел продолжить движение. Вслед за уже упомянутым Декирсмахером. По ходу заезда была велика вероятность, что оба так и финишируют первым и вторым. Но на третьем круге Хёдстрем останавливает свою Шкоду Фабию внутри трека. Езда по Буэракам в дебюте заезда не прошла бесследно для его машины. Так что Биль Гейтс с большим запасом обыграл соперника в том заезде и финишировал шестым квалификационным результатом. Победное настроение Декирсмахеру подпортил все тот же Петер Хёдстрем, который в ультимативной форме обвинил конкурента в грубости. Что ж, в ралли-кроссе не такие бывают разборки. Нам же со стороны не показалось, что Декирсмахер был каким-то вероломным в дебюте заезда, когда Хёдстрем отправлялся штурмовать бездорожье. Волею судьбы во второй квалификации самым быстрым оказался четвертый, предпоследний заезд. В нем участвовали Вальфрадсен, Бернингруд, Хвааль и Холтон. Скандинавское дерби, по сути. Быстрый Вальфрадсен почти весь заезд тащил за собой Бернингруда, который, по всей видимости, решил, что второй финиш за Вальфрадсеном будет достаточным, потому как темп Вальфрадсена действительно был отличным. Не учел Бернингруд только того, что и Александр Хвааль в этом сезоне едет и быстро, и грамотно. Вот на четвертом круге Хвааль и разбил парочку Вальфрадсен-Бернингруд в момент их возвращения с Джокер-Траектории. Вальфрадсен первое время серии, Хвааль второе время серии, Бернингруд третье время серии и Холтон четвертое квалификационное время. Почему же так, спросите вы, ведь еще один заезд значился в программе. Да все потому, что к моменту старта пятого заезда дивизиона «Суперкарс» на трассе нависла туча, которая начала поливать трек дождем. Однозначно не повезло ребятам, и Тимуру Тимирзянову в том числе. А ведь умолял татарстанеца небеса не дождить, но молитвы не были услышаны. Тимирзянов, конечно, в том заезде был лучшим. Тимирзянов лидировал уверенно. Как и в первой серии, удержаться за Тимирзяновым пытался Пэр Гуннер Андерсон и смог удержаться. А на третий финиш в итоге накатал в заезде еще и Макс Лиссон. Тимирзянов вполне мог стать быстрейшим пилотом и второй серии квалификаций, а также досрочно оформить на свое имя Пол позицию в финале А-этапа. Но дождь спутал планы пилота. Жаль, но на тот момент было еще далеко не все потеряно. Далее в программе смотрите, как в слякотной борьбе соперники провели третью квалификацию, кого мокрая трасса не подвела, а кому не удалось доскользить до результата. А также, кто и как воевали в трех финалах шведского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу. И кому в итоге пели гима на автодроме Холлис. Итак, третья серия квалификационных заездов шведского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года. Она приходила под проливным скандинавским дождем и таила в связи с этим в себе немалую интригу. Мокрая трасса совсем не помощник в достижении высоких результатов скорости. Ну, давайте проследим за интригой по ходу ее развития. Первый заезд среди стартовавших Петер Хетстрюм, которому отступать некуда, что называется. Двенадцатое время в первой серии квалификации, не финиш во второй, так что в третьей Хетстрюм был намерен воевать отчаянно. Воевать, правда, было не с кем. Шкода Фабе по 31 номерам уехала от машин соперников сразу и далеко. Так что Хетстрюм получил в сопернике разве что мокрую трассу, а ее шведский пилот знает, как свои пять пальцев и в разную погоду. В общем, когда к финишу четвертого круга дистанции Петер Хетстрюм приехал с результатом 3 минуты 44 секунды, уже было понятно, что время очень хорошее. Однако впереди еще было 4 заезда с участием конкурентов. Второй заезд серии прошел под диктовку норвежского пилота Матса Охмана. Вольво С40 под 35 номером потребовалось некоторое время, чтобы возглавить заезд. Но даже при этом было заметно, что Охман едет на достойный результат. Вообще-то Матс Охман личность неординарная. Он, во-первых, инвалид. Да, в процессе управления автомобилем Охман использует только руки. Но владеет он искусством пилотирования высококлассно, что не раз доказывал в том числе и на этапах Европейского чемпионата. Во втором заезде третьей серии дивизиона Суперкарс Матс Охман одержал победу. Правда, время его было на 7 секунд хуже, чем у Петера Хетстрюма. На поверку таким образом появляется вопрос, кто-то сможет проехать быстрее Хетстрюма или нет. Франк Валь и Кевин Проктор среди участников третьего заезда выглядели предпочтительнее с самого начала. Хороший старт Форда, Фиеста и Норвежца в немалой степени обусловлен был выгодной стартовой позицией. Но ехать-то Валь умеет. Кевин Проктор – пилот, конечно, нестабильный, но грамотный. Вот и теперь он вовремя проехал Джокер Лэб и без потери позиции. А на последнем круге, скажем так, взял свое, когда Валь отправился на прохождение Джокер Лэб. Англичанин победил в заезде, но уступил при этом победителю предыдущего заезда Матсу Охману почти 9 секунд. Получается так, что результаты пилотов в третьей квалификации суперкаров, вопреки ожиданиям, идут по убывающей. Доказать обратное, по идее, должны были участники четвертого заезда серии. На старте Хваль, Холтер, Декирсмахер, Андерсон и Тимирзянов. Россиянин не оказался, к сожалению, быстрейшим в стартовом секторе заезда. Удачнее, причем с четвертой дорожки принял старт бельгиец Михаэль Декирсмахер. Тимирзянов при таких обстоятельствах был вынужден отправиться в Джокер Лэб сразу на первом круге. Но и тут не все гладко. Впереди него оказывается Александр Хваль. В общем, начало не самое перспективное для российского пилота. На первом круге в лидерах Декирсмахер и Андерсон. Третья текущая позиция за Холтоном, но, похоже, у него не все в порядке с техникой, и молодой норвежец уже стремится направить свою машину в поддок. Вольво C30 под 49-м номером не управляется в должной мере. Холтон не слишком опытный пилот, так что, наверное, этим можно объяснить его рискованный маневр, едва не повлекший за собой серьезный цедент с участием Ситроэна C4 Александра Хваль. В результате Хваль потерял позицию и пропустил вперед Тимирзянова, а Холтон, как ни в чем не бывало, заехал в поддок. Повезло, можно сказать. По ходу второго круга дистанции россиянин перебирается на позицию номер два вслед за Декирсмахером и теперь уже имеет перспективу выиграть этот заезд. Но тут важно еще и время, которое покажет на дистанции победитель заезда. Михаэль Декирсмахер, как и предполагалось, отправился в Джокерлэб на четвертом круге и возвращаться оттуда бельгийцу пришлось уже на вторую позицию. Тимирзянов после неудачного старта все-таки вырвался на лидерский простор, правда, за полкруга до финиша. И первым увидел финишную отмашку именно Тимирзянов, но что со временем у Тимура? Три минуты пятьдесят две секунды, на восемь секунд хуже, чем у Хетстрима и на полторы секунды медленнее Охмана. Задача попасть в первый стартовый ряд финала Атимирзянов выполнил, но полпозиция будет в распоряжении шведского пилота Стига Олова Вальфрадсена. Вальфрадсен теперь мог и не ехать вообще в заезде третьей квалификации, но раз уж машины на старте, поехали! Кроме Вальфрадсена завершать третью серию квалификаций довелось Бернингруду, Андерсону, Лиссену и Палье. Вальфрадсен, как и ожидалось, принял старт, пропустил вперед всех и поехал в заезде статистом, вроде бы, без риска повредить технику. За результат вызвались побороться Мортин Бернингруд, Мац Лиссен, Пэр Гуннер Андерсон. Вот только темп этих пилотов был невысок. Даже для спокойного и не озадаченного, в принципе, Стига Олова Вальфрадсена. Терпел, терпел швед медленных ребят впереди себя, да и не вытерпел. Нажал на педаль газа, объехал недавних лидеров и к четвертому кругу уже сам лидировал в заезде, результат которого для него, напомним, был неважен. В общем, Вальфрадсен победил с восьмым квалификационным временем, доказав, во-первых, что он спортсмен. По результатам трех квалификационных серий в дивизионе Суперкарс определились 20 участников финальных заездов трех категорий. В первом С-финальном заезде стартовали Палье, Проктор, Йенсен, Антонсен, Линдефил, Виттанин, Андерсон и Янсен. Два быстрейших пилота из этой восьмерки получали право стартовать в финале Б, а значит, получали шанс побороться за большее количество зачетных очков. Этими двумя пилотами добились права называться в С-финале француз Жан-Люк Палье и норвежец Гутторм Линдефил. Но если Палье выиграть С-финал удалось довольно спокойно, без суеты, можно сказать, то Линдефилу за место под солнцем пришлось повоевать. В очередной раз досталось его Шкоде Фабии, да и соперников от этой Шкоды. Главное, что Линдефил в своем боевом стиле выступил, и теперь без очков из Швеции уж точно не уедет. В финал категории Б дивизиона Суперкарс участвуют Палье, Линдефил, Валь, Андерсон, Хелкстрем, Охман, Лисен и Холтон. Цена победы в заезде и второго финиша уже повыше участия в главном финале гонки, так что борьба предполагалась бескомпромиссной. А в такой борьбе и аварийность повышенная, как водится. Первая же ситуация случилась на первом круге дистанции, когда Пежо 207 Жан-Люк Капалье ненамеренно, но оказался на траектории Рено Клио Матса Лисена. Минус две машины из состава Б-финала. На втором круге в минусы добавил свою Шкоду Фабию и Гутторм Линдефил. Коробка передач не выдержала напряжения борьбы. В общем, завершать своим ходом Б-финал довелось только четырем пилотам. Наиболее успешными в этом списке были Петер Хёдстрем и Матс Охман. Те самые, что в третьей квалификации суперкаров были быстрее остальных. Значит, все закономерно, и теперь восемь лучших, успешных пилотов дивизиона Суперкарс готовились сразиться в финале категории А. И это не футбольный стадион. Это болельщики в шведском Холлисе настраиваются на финальный заезд категории А дивизиона Суперкарс, где участвуют восемь успешных пилотов. Андерсон, Берменгрут, Охман, Декирсмахер, Хваль, Вальфордсен, Хёдстрем и Тимур Тимирзянов. Мокрая трасса. Да, с неба уже не льется, но высушить трассу солнышко еще не успело. И основное внимание пилотам, стартующим с первого ряда. Вальфордсен посредине. По левой дорожке Тимур Тимирзянов, а справа стартует Александр Хваль, и ему достается самая грязная дорожка. Да, Хваля объезжают практически все пилоты. Он, конечно же, предпринимает максимум усилий для того, чтобы улучшить свою текущую позицию, но это удается, прямо скажем, не очень. На основную траекторию лидером заезда уезжает Тимур Тимирзянов, вслед за ним Стеголов Вальфордсен. Третью позицию зарабатывает текущую Пэр Гуннер Андерсон, четвертую Михаэль Декирсмахер, пятую Мадз Охман. Ну а Петер Хёдстрем, Мортин Берменгрут и Александр Хваль возвращаются на основную траекторию после прохождения Джохер Лэпа уже на первом круге. Мы же обращаем наше внимание на лидирующего Тимура Тимирзянова и преследующего его шведского пилота Стига Олова Вальфордсена. Оба, конечно же, заслужили победу на этом этапе. Вальфордсен впервые, пожалуй, в этом чемпионате выглядел очень уверенно и шел впереди Тимирзянова все время на полшага впереди. Вот и в дебюте второго круга Вальфордсен предпринимает попытку атаки Тимирзянова, но эта атака выходит боком шведскому пилоту в прямом и переносном смыслах. Он теряет вторую текущую позицию, ну а Петер Хёдстрим лишается заднего бампера своего автомобиля в нешуточной борьбе с Матсом Охманом. А вот и ошибка Михаэля Деккерсмахера, которая могла стоить позиции бельгийскому пилоту. И на какое-то время Матс Охман занимает позицию впереди Деккерсмахера, но уже на выходе из Джокера Охман слишком широко берет. И в этот узенький внутренний проход отправляется и Деккерсмахер, и даже Александр хвалю мудряется на хвосте у Кирсмахера преодолеть препятствия в виде норвежского пилота Охмана. Ну а Тимур Тимирзянов по-прежнему уверенно лидирует, преодолен второй круг дистанции. На третий Тимирзянов отправляется с серьезным запасом. Метров 50 есть запасы у Тимура Тимирзянова, но успокаивается еще слишком рано. Еще слишком велики амбиции у многих пилотов-участников а финального заезда с шведского этапа чемпионата Европы. Близки к цели и Андерсон, и Вальфрадсон, и Хёдстрём, и Александр Хваль не теряет надежд на место на подиуме. Ну а Тимур Тимирзянов однозначно едет за победой. Уверенно, быстро, классно и ведет за собой пелетон пилотов. Пэр Гуннер Андерсон наверняка старается повторять все, что делает Тимур Тимирзянов. Ехать теми же траекториями, повторять движение полностью российского лидера европейского ралли-кроссового сезона. И это ему удается, хотя Тимирзянов не позволяет сократить отрыв от основной группы преследователей. Солнышко припекает, кое-какие места на трассе уже подсохли, а это значит, что зацеп у пилотов получше, и можно ожидать, пожалуй, рискованных действий со стороны трех, по крайней мере, преследующих Тимура Тимирзянова пилотов. Причем никто из первой тройки заезда не проходил еще Джокер Лэпа, а значит, есть потенциальные преимущества и у передвигающегося по трассе четвертом Петера Хёртстрима, тем более, что до окончания этой заезда остается меньше двух кругов. А тут еще и форс-мажор начал играть свою роль. Да, не повезло Пэру Гуннеру Андерсону. Швед был близок к серебру, как минимум, на своей родной трассе, но что-то случилось с техникой, и Андерсон начал пропускать вперед соперника за соперником. И вот он, пожалуй, последний шанс стигуолого Вальфрадсена. Он второй в заезде, да, без пройденного Джокер Лэпа, но есть вариант не то, чтобы опередить Тимура Тимирзянова, но хотя бы серебро взять на родной трассе в Холлиес. Но совсем рядом с Вальфрадсеном уже прошедший Джокер Лэп Петер Хёртстрим, так что шансы у Вальфрадсена невелики. Мы же понаблюдаем, как своими шансами распоряжается Тимур Тимирзянов. Он отправляется в Джокер Лэп. Запас расстояния был, но только безошибочное прохождение Джокер Лэпа гарантирует Тимирзянову выход на лидирующую позицию за полкруга до финиша. На вторую позицию вырывается Петер Хёртстрим, а вот стигуолому Вальфрадсену приходится бороться, и не совсем по правилам с Александром Хвалем, чтобы остаться хотя бы на третьей позиции. Да, вот вам и развязка сюжета. Пытался Вальфрадсен выиграть гонку, затем цеплялся за вторую позицию, но теперь и третью бы удержать. Что говорить, Тимур Тимирзянов все-таки лучший в шведском Холлиесе в 2012 году в рамках шестого этапа чемпионата Европы. У него первый финиш, и это очередная победа российского пилота на этапах Евроралли-кросса. Петер Хёртстрим заработал, заслужил второй финиш и серебро этапа. Ну а бронзовое место на подиуме все-таки досталось Александру Хвалю. Судьи сделали предупреждение Вальфрадсену и лишили его бронзы на родном шведском автодроме. Что ж, правила едины для всех, ну а это победные кружения Тимура Тимирзянова. Под аплодисменты 20 с лишним тысяч шведских болельщиков, Тимирзянов отправляется на подиум, чтобы принять заслуженные поздравления. Третья победа в шести этапах чемпионата Европы определяет Тимирзянова в единоличные лидеры Евросезона. А значит, шансы стать золотым в европейском ралли-кроссе очень велики. Но до окончания чемпионата еще четыре этапа, и всякое может случиться. Все подробности этапов чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года вы всегда сможете узнать в наших программах. Это Видеоспорт. Всем удачи, всем побед!